Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне в гости на мой канал и я рада приветствовать вас в новом видео. Сегодняшнее видео начинаю из магазина Ашан, хочу поделиться с вами ассортиментом, показать что сейчас есть в магазине. И в видео также сегодня покажу, что купила в магазине Лента и Ашан, свои первые покупки в этом году для нового года. Очень в Ашане мне понравились елочки, всего стоят по 129 рублей, очень пушистые, достойные хорошего качества, дешевле и качественнее, чем в магазине Фикс Прайс, обязательно обратите внимание. Очень я осталась в восторге от вот этих вот шариков, компаньонов золотого и бордового, возможно вернусь их докуплю. Классный цветок, цена 169 рублей, отличные бусы по 109 рублей, цвет не белоснежный, не выбеленный, а такой красивый перламутровый. По нормальным ценам можно здесь приобрести вот такую вот зелень, заснеженную, очень классно использовать ее в композициях. Мне понравилось, в мое сердце покорили вот такие вот милые птички, но я их не купила, потому что они выполнены из стекла, самой тельцы, а хвостик у них очень красивый, из перышка, я побоялась брать из стекла, так как у нас в доме дети, но они очень красивые, я думаю, будут смотреться просто оригинально на елочке. Я сегодня была в магазине с моими помощниками, Ева помогает мне снимать и тоже показывает вам шарики. Классные шарики для детской елки, если вам подходит по цветовой гамме, обратите на них внимание, выполнены они в стиле конфеток. Вот такие вот милые мохнатые комочки в виде шариков тоже мне очень понравились. Белочки были в том году, Ева сейчас вам показывала, в том году они были подешевле, чем в этом. Классные шары вот такие вот с пайетками отлично подойдут на елку, допустим, в комнату к мальчику. Очень много в этом году в ассортименте сов, как в магазине лента, так и Аша. Очень они мне понравились, сделаны неплохо и будет красиво смотреться на елочке. На мой взгляд, вот эти вот ветки по 170 рублей стоят небюджетно, бюджетнее взять в фикс прайс. Там три ветки идут дешевле в комплекте, чем здесь за одну штуку. Очень прикольные такие вот шарики, пушистые, тоже будут смотреться очень красиво в детской комнате, мне кажется, у мальчика. У меня у Максима комната оформляется в цветовой гамме, синий, серебряный. Я думаю, что на елке бы красиво смотрелись такие шары. Вот такой вариант шариков тоже понравился, стоят они по 85 рублей, небюджетные, но как акценты на елке будут неплохо смотреться. Сосульки по 82 рубля, а дешевле взять также фикс прайс. Евочка показала вам оленя, он по 79 рублей, очень классный, обратите внимание на них. Мы уже приехали домой и я сейчас буду заниматься домашними делами, а потом вам покажу мои первые покупки в этом году для нового года из ленты и Аша. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы уже начали готовиться к новому году или еще нет. Может быть уже покупали шарики или кто-то в этом году решил поменять елку. Мне будет интересно почитать. И хочу сказать, что в этом году мне показалось, что ассортимент поменьше будет в Ашан, чем был в том году. Мне кажется, в том году ассортимент был шире. Может из-за сложившейся ситуации, а может быть уже просто все начали активно готовиться к новому году и уже часть товаров просто раскуплена. Но тем не менее ассортимент в принципе все равно достойный, можно что-то для себя присмотреть, но цены все равно стали повыше, чем были в том году даже на самые бюджетные игрушки. Я сейчас занимаюсь уборкой в кухне и гостиной. Нужно мне сегодня привести кухню в порядок, сделать домашнюю рутину. Обязательно нужно помыть посуду, разгрузить посудомойку. Сейчас занимаюсь тем, что мою керамическую варочную поверхность. Нанесла средство для мытья ее и оставляю средство поработать где-то минутах на 5-7. Чтобы не терять времени даром, решила сегодня уделить внимание осеннему декору, который у меня стоит возле плиты. Очень я довольна декором, который в этом году я сделала себе. Такой небольшой уголок, вроде бы декор и сезонный. Но за счет того, что он не яркий, а в белых оттенках тыковки все-таки я купила. И мне настолько понравился этот цвет, вроде бы он и есть этот декор, а вроде бы так сильно глаза и не бросается. И кстати, меня спрашивали под последними видео, где я покупала эти тыковки. Тыковки я покупала в магазине FixPrice, стоили они вроде бы по 199 рублей, если я ничего не путаю. Купила 3 штуки, всю коллекцию, потому что думаю, что на следующий год, скорее всего, их не будет, будет какая-то другая коллекция уже. Очень я ими довольна. И также вымыла тортовницу. Спрашивали тоже, где я ее покупала на Озон. И очень много в последнее время вопросов по поводу держателя для телефона кролика. Это малыш Пухлик, покупала я его в магазине Clay Street. Сейчас занимаюсь тем, что вымыла еще баночку, в которой у меня хранятся таблетки для посудомоечной машины. И у меня таблетки, которые в водорастворимой упаковке, они закончились и остались, которые не водорастворимой. И мне очень не нравится, когда загружаешь посудомойку, руки грязные. И нужно еще плюсом распечатывать эту упаковку, а это неудобно. Я решила сейчас все таблетки очистить и положить сразу же, храниться в баночку. У банки очень герметичная крышка, поэтому таблетка никак не будет соприкасаться с кислородом. Она не отсыреет и запах тоже не будет распространяться от нее по кухне. Очень удобно. И сегодня решила помыть раковину агрессивным средством. Сегодня мыло средство из магазина Fixed Price. Вылетело из головы, не помню как называется, попозже в покупках покажу его. Отлично справляется со своей задачей, хорошо удаляет налет от чая, допустим, какой-то жир. Супер классное средство. Буду обязательно покупать его еще. Супер на плите поработала. Сейчас просто прохожусь влажной губочкой по ней. И еще беру скребок для керамических варочных поверхностей. Уже немножко подзатупился у скребка ножек. Нужно будет заказать обязательно новый, обновить. И в комментариях поступают всегда вопросы, так как новые зрители приходят. Потому что уже кто меня смотрит давно, знает какая у нас плита. Плита у нас электрическая, а не индукция. И фирма Electrolux. И я бы сейчас отдала бы предпочтение в индукции, а не электрической. Потому что к ней не прилипает, когда готовишь, нет нагара. От кастрюль и сковородок к электрической плите прилипает какой-то нагар. И приходится более тщательно за ней ухаживать. Надеюсь, что вам мой отзыв поможет. Конечно же, уже выбор остается за вами. Можно посмотреть еще другие ресурсы и определиться. Какую панель все-таки вы выберете, когда будете себе ее покупать. У меня также вымылась посуда. Разгружаю посудомоечную машину. Загружаем мы посудомойку. Один раз в день нам этого хватает. Посудомойка у нас широкая. На 60 сантиметров. Фирма Bosch. На две корзины. Была у нас до этого на другой квартире посудомоечная машина Ханса. С тремя отсеками. И сейчас могу от себя сказать то, что мне больше нравится посудомойка на две корзины, а не на три. Там мне не настолько нравилось, как эта. Это, мне кажется, моет намного лучше, чем была у меня до этого. Закончила я с уборкой на кухне. Вытерла все поверхности. На ней стол. Сейчас перехожу в зону гостиной. Нужно здесь разобрать на журнальном столике то, что тут накопился какой-то мусор. Разложить все по своим местам. Разнести по комнатам. То, что лежит не на своих местах. И я сняла большую стирку. Высохло у меня белье. Сейчас буду складывать его. И, конечно же, гладить. Поглажу все за кадром. Вам уже покажу только конечный результат. Также освежила куртки. Эти куртки у нас идут исключительно для дачи. Мы их там носим. Куртки складываю вот таким вот способом. Очень он мне нравится. Компактное хранение. Аккуратное. И очень классно. То, что можно хранить, когда с куртки сложены таким вот способом в комоде. И так как эти куртки мы не носим на постоянной основе, как я сказала ранее. А только берем их с собой на дачу. Поэтому сейчас я их вот так вот аккуратно сложила. Убираю в комод, в прихожую. Как раз у меня там после расслабления освободилось место. И будут они вот так лежать. Очень компактно и аккуратно. Классный способ. Берите себе на заметку. Может кому-то пригодится. И сейчас нужно разобрать мне все белье, которое у меня высохло. Подготовить его к глажке. Разбираю на стопочке. Одна у меня стопка идет это постельное белье и полотенце. Вторая это наша с мужем одежда. И немножко попалась у меня сегодня здесь детской одежды. И также еще есть полотенце и пеленочки Миюшкины. Они ей нужны, когда мы ее купаем. Купали мы ее недавно, мыли. И как раз потом я постирала все пеленочки и полотенца. Потому что их нужно очень много. После того, как шпица помоешь. Шерсть очень густая и сохнет долго. Поэтому у нее тоже очень много полотенец и различных пеленочек. Для ванны. Сейчас складываю нашу с Ваней одежду. Складываю, как обычно, способом по конной горизонтальному охранению. Давно его практикую. И пока что не собираюсь ни на какое другое его менять. Потому что это очень удобно, компактно. И эстетически в шкафу выглядит тоже очень красиво. И сразу же раскладываю вещи по своим местам в шкаф и по ящикам. И как раз забежала в спальню разложить вещи по местам. Вспомнила, что с утра не опрыскала комнатное растение. И делаю это сразу. Занимает буквально это 30 секунд, не больше. Вернулась в гостиную. Снимаю сушилки шторы. Эти шторы из комнаты Евы. Не так давно мы делали с вами преображение ее комнаты. И шторы я эти уже выстирала. И убираю сейчас на хранение. Храниться они будут в чехлах, в которых продавались новые шторы. А тюль еще не успела постирать. Как раз сегодня он стирается, высохнет. И завтра я его добавлю в эти чехлы и уберу на хранение. Может быть возможно, когда-то я захочу снова их ей повесить. Достану из чехлов. И сразу же уже они будут у меня чистыми. Останется их только отпарить. И можно будет повесить на окно. А те шторы как раз уберу в эти чехлы, в которых они и продавались. И попалось, как я говорила, у меня немножко здесь детского белья. Складываю также его по методу кон-мари. И горизонтально храню в Максимке одежду, также в комоде. В кофрах не так давно мы делали у него переорганизацию. И показывала я вам, как у меня все там хранится. И также сразу же буду разносить все по своим местам. И пришла к тому выводу, что самый главный бардак, который появляется дома, это бардак от вещей. Потому что нет сушильной машины. Пока эти вещи постираются, затем их развешиваешь, сушится. А потом вот это вот все собираешь. И от этого, конечно, появляется какой-то беспорядок. Очень мечтаю о сушильной машине. Надеюсь, что когда мы переедем в дом, она там у меня будет. Показала я вам. За кадром погладила все белье, которое мне нужно было погладить. И сейчас также его раскладываю по своим местам. На сегодня я практически закончила с уборкой в кухне-гостиной. Остается мне здесь помыть только пол. И обязательно нужно сегодня отодвинуть диван. Потому что я его не отодвигала, наверное, недели-полторы. И думаю, что за это время под ним скопилось большое количество пыли, шерсти. Дети, наверное, что-то туда закинули. Нужно обязательно под ним тоже помыть пол. И сегодня мне будет помогать в уборке беспроводная электрошвабра системой самоочистки Reclin M10. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию. В комплектацию входит чистящий ролик из полимера, контейнер для сбора крупного мусора, щетка для очистки швабры, адаптер питания, станция самоочистки, сама электрошвабра и инструкция на русском языке. Беспроводная электрошвабра с системой самоочистки предназначена для уборки гладких поверхностей, ламината, линолеума, паркета, кафеля, дышатых и наливных полов. Устройства выполняют сразу же две функции. Собирают пыль, грязь и мелкий мусор, а также осуществляют качественное мытье поверхности. Поэтому нет необходимости перед влажной уборкой пылесосить или вручную заметать пыль и грязь, ведь электрошвабра все сделает сама, обеспечив комплексную уборку пола. По сравнению со стандартными швабрами, Reclin M10 производит уборку намного качественнее. Электрошвабра оснащена чистящим роликом из специального полимера, который вращается со скоростью 110 оборотов в минуту и отлично отмывает даже самые сложные загрязнения. А корпус швабры совершает поступательные движения, благодаря чему нет нужды прилагать физические усилия. Ролик является сменным и при регулярном использовании электрошвабры его рекомендуется заменять один раз в 6 месяцев. Устройство питается от аккумулятора и от одного заряда работает до 45 минут и за это время примерно можно убрать квартиру площадью до 120 квадратных метров. У нас квартира 120 метров, как раз мне хватает на одном заряде полностью прибраться во всей квартире. И хочу сразу же отметить, как же удобно то, что электрошвабра идет на аккумуляторе и нету проводов. Это очень удобно, потому что мне есть чем сравнить. И провода, когда болтаются под ногами, это очень неудобно, а здесь их нет. И конечно же это супер удобно и огромный плюс. Ролик располагается внутри основной рабочей части электрошвабры и очень просто как извлекается, так и устанавливается обратно. Благодаря наличию станции самоочистки после уборки нет необходимости вручную очищать электрошвабру. Для того, чтобы автоматически очистить электрошвабру, достаточно установить ее на станцию и нажать всего лишь одну кнопку, которая находится на ручке швабры. Внутри станции находятся два резервуара. Один для чистой воды или средства для мытья полов объемом 1400 мл. И второй для грязной воды объемом 1600 мл. А также специальный контейнер, куда в ходе самоочистки электрошвабры попадает крупный мусор. Перед самоочисткой просто наполните первый резервуар чистой водой или моющим средством, а после ее окончания легко опустошите контейнер для мусора и вылейте грязную воду. Благодаря низкому профилю рабочей части электрошвабры, высота которого всего составляет 70 мм, и шарнирной ручкой с помощью устройства можно удобно осуществлять уборку под креслами, диванами и другой мебелью. Это позволяет поддерживать чистоту полов даже в самых труднодоступных местах. Если же сравнивать электрошвабру с роботом-пылесосом, то ей убираться намного эффективнее, так как она захватывает все углы и убирает даже самые сильные загрязнения. И, конечно же, для меня огромным плюсом является то, что с помощью ее можно осуществлять уборку точечно. Допустим, вы разлили чай на пол или рассыпали сахар, или песок от уличной обуви, можно с помощью ее очень быстро собрать. И не нужно ради этой цели запускать робот-пылесос. И подводя итог, можно выделить следующие ключевые преимущества беспроводной электрошвабры системой самоочистки Reclin M10. Это комплексная уборка пола, наличие системы самоочистки, вращающийся чистящий ролик, питание от аккумулятора, качественная уборка даже в самых труднодоступных местах, и, конечно же, самым главным плюсом это является экономия времени. Внизу под видео я оставлю ссылку, где можно приобрести беспроводную электрическую швабру для себя или в качестве подарка. Тем более, впереди скоро у нас будет Новый год. Давайте покажу первые покупки мои, которые я сделала для Нового года. Сейчас в основном закупалась шарами, игрушками на Новый год, потому что в этом году будет у меня дополнительно украшаться две зоны, и, к сожалению, на них у меня игрушек не хватит новогодних, поэтому нужно было немножко мне шариков докупить. Купила вот такие шары в магазине Элента. Покупаю их не первый год, очень они мне нравятся, вроде бы есть здесь небольшие и блестки, но смотрится все очень стильно, лаконично, и, главное, недорого. Всего лишь по 25 рублей этот шарик в том году, они были еще дешевле по цене. Вот такие шары я люблю использовать как базу, то есть покупаешь их как можно больше на елку, развешиваешь основным фоном и затем докупаешь какие-то очень интересные акцентные игрушки и вешаешь вот эти акцентные игрушки наперед, тем самым создается ощущение, что вся елка ими украшена, хотя основная масса заполнена вот такими недорогими игрушками. Взяла их все количество, которое было на витрине выложено, надо посмотреть онлайн-доставку, может на онлайн-доставке они есть еще, да, закажу обязательно, потому что белые шарики, они настолько универсальные, подойдут к любому декору. Докупила еще вот таких вот шаров, покупала в прошлом году Еве на елку, в том году они были подешевле, в этом году также по 25 рублей, взяла, наверное, штучек 8. Затем в ленте еще купила вот такие классные наборы, взяла их 3 штуки, потому что они сейчас были по акции. Такой набор из 16 шариков стоит всего лишь 220 рублей для 16 шаров, это хорошая цена. Есть здесь шарики, которые идут из блеска, также матовые, потом вот такие интересные шарики и еще такие как граненые, очень интересные шары, есть они в различных расцветках, розовые, серебряные, такие темно-синие красивые шарики, в темно-синем цвете в том году я Максиму покупала в комнату и еще в красном цвете, таком даже не особо красном, больше бордовом. Красивые очень шары, мне понравились и главное, отличная цена, обратите на них внимание. Остальное, что я купила, это был магазин Ашан, в Ашане взяла вот такие вот шары, тоже покупала их в том году, но у меня их оказывается не так много, нужно мне их в этом году побольше. докупила их и самое интересное, они практически одинаковые с лентой, но в ленте вот таких вот маленьких не было. Взяла тоже их достаточное количество штук, сколько не знаю, два пакетика. Так, и по цене я не помню, по цене я сейчас скажу по чеку. Эти шарики получаются по 16 рублей, если я ничего не путаю, в том году они были меньше 10 рублей. Затем взяла вот такой набор шаров, здесь их 8 штук, стоят они 70 рублей. Здесь также белые, матовые и с блестками шары, и еще точно такие же взяла, только уже в серебряной цветовой гамме, здесь уже идут и глянцевые, и матовые, и блестящие шарики, тоже по 70 рублей. Далее в Ашане взяла 4 набора бус, распечатала показать вам, потому что когда показывала видео, говорила то, что они не белоснежные, а вот такого красивого жемчужного цвета, стоят они по 109 рублей, и здесь их 9 метров. Буду использовать их в новых композициях, они мне очень сильно пригодятся. И следующее, что я еще взяла, купила немножко игрушек, взяла вот таких парочку оленей, красивые, очень мне понравились, переливаются, такие олени стоят по 79 рублей, хорошего качества, почему-то в других расцветках не было, взяла бы еще и золотые, и белые, возможно, коллекцию выкладывают, или уже все разобрали. Затем взяла вот такой вот бантик, бантик получается по стоимости 25 рублей, очень красиво переливается, будет вообще стильно, классно смотреться на елке. Так, здесь у меня, кто идет, здесь олень, вот такой красивый, с мордочкой, по-моему, классно будет смотреться на детской елке, и он тоже стоит 25 рублей. Так, здесь у меня еще один олень, и последнее, что я взяла, еще докупила вот такую вот снежинку, тоже 25 рублей для детской елки, будет очень классно. Вот такие были у меня первые покупки, к новому году, потихонечку начинаем готовиться, заказала кое-что еще для новогоднего декора, ближайших видео обязательно поделюсь, должны прийти очень классные позиции. А сейчас я вас приглашаю ко мне на кухню, давайте вместе со мной приготовим вкусный суп, возможно, вы тоже забыли об этом супе и давно его не готовили, и также я с вами хочу поделиться очень вкусным и ароматным пирогом, надеюсь, что вы возьмете этот рецепт себе на заметку и обязательно приготовите его в выходной день, порадуйте себя и своих близких. Я сегодня решила приготовить гороховый суп почему-то у меня вообще этот суп вылетел из головы, так давно я его не готовила и очень сильно его захотелось мне приготовить. Горох я уже отварила заранее за кадром и также его отваривала на курином бульоне. Куриный бульон у меня всегда есть в холодильнике в заготовках замороженной и сейчас я порезала на небольшой кубик картофель и отправила горох его отвариваться до готовности. Лук у меня с морковкой уже обжариваются на сковороде распечатала кусочек грудки свинины копченой и также буду еще делать фрикадельки. Фрикадельки очень любят дети когда присутствуют в супе для них самый вкусный суп идет тот суп который с фрикадельками а не с отдельными кусочками мяса они не очень любят мясо когда есть кусочком в супе. Делаю небольшие аккуратные фрикадельки а свинину буду копченую добавлять просто для аромата положу буквально пол кусочка мне нравится когда в супе в гороховом присутствует нотка копчености исключительно я буду добавлять именно копченую грудку только для аромата и для запаха копченую грудку нарезаю на небольшие кусочки мне нравится резать на полосочки и буду отправлять к морковке с луком немножко пассероваться тем самым суп получается намного ароматнее потому что уже в процессе зажарки мясо отдает свою копченость овощам и оставшийся кусочек нарезаю также сразу же на небольшие полосочки и буду отправлять в морозилку на заморозку потом когда соберусь опять готовить короховый суп и для аромата у меня будет уже сразу же подготовлено небольшой кусочек мяса перекладываю все в салофановый пакет распределяю вот таким вот тонким слоем и отправляю в заморозку пока у меня готовится суп не теряю времени дар и вспомнила что купила 4 лимона и нужно отправить его на заморозку те кто смотрит меня с самого начала канала уже знают мой любимый лайфхак по хранению лимонов я всегда нарезаю его на небольшие кусочки на половинке и отправляю в морозилку на заморозку затем перекладываю в герметичный контейнер с крышкой и таким способом у меня хранится в морозилке лимон очень удобно когда добавляешь такой ломтик в чашечку или в чайник очень классный аромат и такое ощущение что этот лимон свежий никогда не догадаешься что он из заморозки и так же этот лимончик я люблю использовать когда готовлю допустим рыбу в духовом шкафу и уже у меня суп приготовился картофель отварился я добавила зажарку и теперь добавляем специи по вкусу я буду добавлять соль лавровый листик и перец горошком больше ничего добавлять не буду оставляю суп закипеть и выключаю к этому супу будет еще очень вкусно приготовить домашние гренки из белого хлеба и как я вам сказала сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом пирога для приготовления нам понадобится для теста 250 грамм муки 1 чайная ложка разрыхлителя 100 грамм сливочного масла 2 куриных яйца категория 1С если яйца мелкие то берите 3 штуки сахарный песок 60 грамм щепотка соли для сметанной заливки нам понадобится 350 грамм сметаны 2 яйца 90 грамм сахарного песка 20 грамм крахмала ванилин корица по вкусу и также для начинки нам понадобится 250-300 грамм любых ягод я буду сегодня использовать малину я делаю тесто с помощью планетарного миксера можно делать руками раньше когда у меня его не было я вымешивала всегда тесто просто руками одно очень податливое хорошо просто вымешиваться для начала нужно соединить сахарный песок со сливочным маслом затем добавляем куриное яйцо и соль так тщательно взбиваем затем добавляем муку и разрыхлитель предварительно муку смешиваем с разрыхлителем и затем муку уже просеиваем в тесто и дальше я ставлю тесто замешиваться примерно на 3-5 минут тесто очень хорошо вынимается из чаши оно эластичное податливое я быстренько перекладываю в пакетик целлофановый и отправляю его отдохнуть в холодильник примерно на 20-25 минут и пока тесто будет отдыхать в холодильнике будем заниматься сметаной заливкой для этого пирога сейчас давайте приготовим заливку для пирога в чаше я соединяю кукурузный крахмал и сахарный песок тщательно все у меня соединяются и затем я добавляю куриные яйца по одной штуке яйца должны быть холодные затем добавляю пакетик ванилина можно добавить корицу но я ее сегодня не добавляла когда у нас все ингредиенты тщательно между собой соединятся я добавляю сметану по рецепту идет сметана 20% у меня дома была 16% могу сказать что из ней получается пирог очень вкусным поэтому не обязательно покупать сметану 20% можно обойтись и низким процентом жирности тесто у меня уже отдохнуло беру форму для запекания форму ничем не смазываю и начинаю вот таким вот способом распределять тесто равномерно по поверхности наверное это самый любимый мой момент когда я готовлю пироги из песочного теста очень мне нравится этот процесс распределения теста по форме делаем высокие борты потому что у нас будет сметанная заливка с начинкой и надо чтобы начинка с заливкой не вытекла через бортики поэтому бортики делайте повыше и для этих пропорций подходит форма диаметром 28 см я сегодня буду готовить пирог с малиной можно готовить с черной смородиной голубикой можно использовать сезонные фрукты допустим персики будет очень вкусно и затем заливаю малину заливкой сметаной которую мы с вами сделали и в пустоты добавляю ягодки у меня ушло примерно 270 грамм малины малина у меня кстати замороженная из заготовок на зиму очень классно выручают зимой когда ягоды были заморожены можно приготовить массу всяких вкусняшек и десертов и малину предварительно размораживать не нужно вот такой красивый пирог получается отправляем теперь его в духовой шкаф духовой шкаф у нас разогрет до температуры 180 градусов верхний нижний нагрев и выпекаться будет этот пирог 50 минут вот такой пирог очень вкусный у меня приготовился аромат стоит просто на всю квартиру малиной и пирог конечно же этот лучше есть в охлажденном виде далее покажу вам его в разрезе но он просто обалденный обязательно готовьте его на этом я хочу сегодняшнее видео закончить хочу сказать огромнейшее спасибо что посмотрели его до конца подписывайтесь на мой канал ставьте лайки мне будет очень приятно а я вам желаю крепкого здоровья отличнейшего настроения а мы уже увидимся с вами совсем скоро до новых встреч пока до новых встреч Продолжение следует...